Я хотел бы немножко рассказать о своем опыте сборки пакетов. Я слышу два противоположных мнения. Первое, нет, даже три противоположных мнения. И все ортогональные. Первое, зачем сейчас собирать пакеты? Второе, пакеты собрать очень сложно, мы не справимся. И третье, а зачем нужны твои скрипты? Без них все хорошо. Я хотел показать, что с ними еще лучше. Ну, собирать пакеты очень просто. Ставим пакет Teresode Build Utils, в котором есть разные дополнительные утилитки. Запускаем команду rpmbb в репозиторию с пакетом, и пакет собирается. Но, в общем-то, на этом можно было бы закончить. Есть разные другие варианты. Можно собирать пакет в хэшере, можно отправить его на сборку в репозиторию CDFUS, можно его портировать в репозиторию P7 для Linux. Простыми командами. Каждая из них выполняет много интересных действий, которые можно было делать и вручную. Для чего они вообще, в принципе, нужны? То есть пакет, как говорится, сборка пакета, на самом деле он, появившись, обретает такой длительный жизненный цикл. Помимо того, что мы вначале каким-то образом либо… Слайд пропал. Он зажил в собственной жизни. Кто зажил? А что происходит? Чтобы собрать пакет, нужно либо написать с нуля для него spec-файл, либо взять его из готового другого дистрибутива и адаптировать свой дистрибутив. Для этого есть очень удобная такая команда rpmgp. Она позволяет увидеть, в каких репозиториях есть такой пакет, каких версий, и скачать версию по новей и собрать. Вот простой командой мы скачиваем пакет, потом конвертируем в гид-репозиторию, уже дальше с ним… Извините. Вот я хотел для примера показать, есть такая команда, которая собирает новую версию пакета. Если мы узнаем, что вышла новая версия, можно ее запустить, и она выполнит несколько десятков команд, которые приведут к сборке новой версии. Вот вегетом скачает торбол с новой версией, перепакует его в нужный формат, gear-update запихнет торбол в репозиторий, добавит changelog в spec, соберет в хэшери для проверки, предоставит командную строку для того, чтобы можно было установленный в хэшери пакет проверить, как он себя ведет. А подписи на торболе проверят? Подписи на торбольное? Здесь ничего нет. Я не знаю, что такое подписи на торбольное. Я не знаю, что это, расскажите мне потом. После выхода из хэшера, скрипта вернется в хэшер, и с помощью rp-e удалит пакет, который туда был поставлен, чтобы проверить, умеет ли он удаляться. Такое полезное свойство. Часто пакета не удалить было в прошлом. Ну и потом, любимая команда rp-e, она отправляет пакет на сборку в CZIF. В принципе, можно сразу и пользоваться, ничего не проверяя. В CZIF кто-нибудь другой проверит. Дальше создает тег. Вот уже эта команда пушит репозиторий, выполняет, дает задание на сборку, и вот в конце нам сообщают, что подождите, и на почту получите результат. Так. Сейчас попытаюсь показать, как это выглядит. Есть такой пакет dvdiv. Мне очень нравится его идея, но я так и не смог им пользоваться, но регулярно собираю. Он делает некий красивый div. Вот я узнал, что вышла новая версия. Сейчас попробую отправить в CZIF эту новую версию. Я перешел в репозиторию с проектом. Можно было. Там ничего нет. Лежит спек, каталог с исходниками. Правил для упаковки. А что за новая версия пакета? Это новая версия пакета. Я когда решаю обновить пакет, если там нету новейших ватч-файлов, то у меня есть команда rpm url, которую запускаешь в репозитории, и она открывает в браузере страницу проекта, и там написано, последняя версия выпущена. Глазами, да. Я знаю, что запрещено. Глепо глазами запрещено. Пока мы говорили, скрипт раскачал исходники, закомитил их, добавил запись в спек, новый ченджлог, что новая версия была собрана на конференции. Сейчас напишем. Это я не виноват. Там нет ничего ценного. Там звездочки какие-то и минусики. В общем, калуга. Это дефолт, который меняется. Это дефолт, который можно поменять, если это неправильно. Но я об этом не знал. Мне всегда не хватало этих каталогов. Там еще много каких-то слов о включении проверок. Теперь уже более похоже на сборку, да? В последней версии большое достижение. Некоторые строчки выделяются другими цветами, особенно те, у которых есть слово error, и поэтому видно, что что-то не то. Спустя 10 лет пришло понимание, что это очень полезно. Он собрал пакет и вот решил поставить фэшер. Ну, я обычно в это время чиню какой-нибудь пакет, который не собирается, поэтому это время не является потерянным. Вот. И теперь можно попробовать там его. Ну, я обычно запускаю главную команду. Да, и сравниваю. Читаю, что ничего не вышло. Там, видимо, нет одинаковых строк. Ну, в общем-то, команда не сихполтится, это уже приятно. Дальше проверять смысла нет, можно отправлять. Я нажал Ctrl D, вот он у меня спрашивает пароль. Нет, чтобы подписывать тег. И... Все, уже... Саша, агент уже сломался. Ну, я вроде все правильно сделал, почему-то не работает. Я забыл минуса, наверное. Ну, все. Вот на этом месте у меня почему-то скрипт зависает. Ну, это что связано с... Это связано с терминалом что-то. Зависает не всегда. Может быть, это... Ну, в общем, я Ctrl D нажимаю. Это хорошая программа. Она годами собиралась, никому вреда не приносила. Никто, наверное, не использовал. Просто собирается. Так что это все не фейк, да? В этом пакете, значит, еще есть разные другие команды. Одна имеет очень удачное название. MySHSH. А как это произносится? Она не произносится, я ее не использую. Это была первая команда, которую я написал, потому что я не мог запомнить, с кем параметром вызывать хешер. И до сих пор я так и не смог запомнить. Собственно, от этого все команды появились, потому что они уже содержат нужные параметры, которые я смог узнать однажды. Вот. Ну, по истечным соображениям она так до сих пор называется. Вот. RPM-бакс денег не приносит, но показывает список багов, которые есть у этого пакета. Потому что часто, когда собираешь новую версию, нужно проверить, нет ли такой баги, чтобы новая версия была собрана, чтобы в этом упомянуть в ченжлоге. RPM-лог — это моя любимая команда, одна из любимых. Если проект разрабатываешь сам и вносишь какие-то изменения, коммитишь их, то потом очень удобно запустить вот эту самую RPM-лог. Она из списка коммитов сделает запись в ченжлог. Ну, да. Специально для Миши Горина я вот в презентацию добавил описание команды emk-image. Она вызывает make-webk-image-profiles. Я не знаю, что там дальше делается, но все в том, что она передает нужные конфиграционные файлы с репозиториями, которые не надо отдельно настраивать. Ну, и, в общем-то, от меня большой совет — собирайте пакеты, ставите монтейнером Alt-Linux, никогда не пишите спектр с нуля, потому что он уже написан. Если что-то написали неправильно заплатить, RPM-CS, он постарается все почистить и переделал спектр до неузнаваемости. Не бойтесь делать ошибки. Какой-нибудь робот написан на Диму Левину обязательно вас не пропустит. Очень полезно. Я вот знаю Андрея Черепанова, у него даже специально есть скрипт, с помощью которого смотрят по всем спекам и извлекают оттуда разные премудрости. Поэтому очень полезно смотреть на чужие спеки, как люди делают все длинные вещи. Я всегда смотрю, потому что не могу запомнить. Но и никогда не делайте какие-то рутинные задачи. Повторяю, но это же лучше сделать с помощью скрипта, который уже написан или который можно написать. Ну, последний за это не буду произносить. А я, кажется, что он не уточняет. Если пакет плох, ты его сразу направишь, сидишь. Может, не надо? А если сидишь, то плохо. Ну, есть известные слова, что много пакетов хороших. И разных переплатить. Ну, в общем... Программа написана в Азарусе, в пакетах подавали. Программа написана в Азарусе, в пакетах подавали. Все, примите. Просто собрали. Я пытался... Счет, конечно, очень эффективный. Я собрал пакет. Ой, какой-то пытался. Клиент к трансмишнам попался. Если есть какие-то вопросы, можно попытаться... Пожалуйста. Вопросы есть? Так, ну, для того, чтобы... Так, о, Миша, пожалуйста. Ну, у вас вопрос в этот раз, да? А не замечание, я надеюсь. Нет, у меня не замечание, у меня комментарий. Комментарий. Значит, если не ошибаюсь, это вот третья такая система для полуавтоматического обновления пакетов. То есть они у нас были у Виталика, у Гоши и у Игоря. Может, еще есть какие другие, я их, в общем, не знаю. Насколько я могу для себя судить, родились они из-за того, что, с одной стороны, действительно, многие задачи рутинные, а с другой стороны, скажем так, в Альте, как в Перле, есть более чем один способ сделать это. То есть предоставляется инструментарий, но не предоставляется единственного правильного пути. Вот с гиром, например, это оказалось особенно актуальным. Из-за этого люди протаптывают свои тропинки, дальше привыкают ими ходить, и дальше вот такие вот командочки въедаются в пальцы, ты уже не помнишь, как оно там внутри работает, как-то себе работает. То есть, может быть, пять лет спустя было бы хорошо что-то переписать, но поскольку оно как-то работает, то, в общем-то, вроде неохота. И на самом деле было бы, конечно, крайне здорово вот таким вот троим авторам собраться, посмотреть, перетрясти, устроить десять лет спустя. О том, какие у нас сейчас есть задачи, какие за это время были набиты шишки, и как получается этот опыт обобщить, чтобы, грубо говоря, нам, тем, кто возится с новичками, пришедшими в команду, вовсе не обязательно малоопытными разработчиками, но теми, кто с этим инструментарием еще не освоился, кто его видит в первый раз, и у кого глаз еще не замылился, и тропинки не натоптались. Вот как им объяснять, как собирать пакеты в Altlinux? На самом деле сейчас это, к сожалению, достаточно нетривиально в том смысле, что откуда начать? У нас есть действительно сильно более одного пути. Миша, инициатива наказуемая. Вы предложили собрать, собирайте. Так, еще есть вопросы? Вопросы только, а не комментарии. Все, спасибо большое. Там пироги осетинские стынут, поэтому мы сейчас сделаем. Перерыв, отлично.